Высокоскоростной интернет пришел на полюс холода. Сегодня в Уснери торжественно запустили волокон на оптическую линию Колымский экспресс и 4G сети МТС. Оптоволокно проложено от Нижнего Бестяха до границы с Магаданской областью вдоль федеральной трассы Колыма за два года с момента подписания соглашения между Якутией, Магаданской областью и НПО «Импульс». За это время высокоскоростной интернет пришел на территорию пяти районов республики. На всего планируется подключить около 50 населенных пунктов. Протяженность трассы Волк-Колымский экспресс более 2000 километров. Большая часть пролегает по территории Якутии. Пропускная способность линии 40 гигабит в секунду. Приход высокоскоростного интернета в Аймеконский район, а далее в Магадан, открывает северным территориям широкие возможности для развития связи, телемедицины и образования. При этом улучшится качество связи в том числе и мобильная, а стоимость ее значительно снизится. Принять участие в торжественной церемонии, посвященной завершению первого этапа строительства линии, в Уснеру прибыли министр связи России Николай Никифоров, глава Якутии Игорь Борисов и губернатор Магаданской области Владимир Печеный. Федеральный чиновник поздравил устнерцев с знаменательным событием и отметил особый вклад властей Якутии в развитие отрасли. Далее гости вылетели в отдаленное село Дилинкир, где на границе Якутии и Магаданской области строительство Колымского экспресса торжественно передали соседнему региону. Мы понимаем, что огромная территория республики не будет охвачена сплошься рядом волоконной связи, поэтому мы как раз, вот я сегодня напоминал о том, что совсем недавно встречались у Николая Анатольевича, как раз как решить эту проблему. И, соответственно, сегодня мы будем развивать и космическую, и спутниковую связь, потому что это более надежное для арктических северных районов, там, куда мы не будем тянуть. Единственное, там тоже развиваются определенные технологии, там тоже находятся такие решения, которые ускоряют, которые качество повышают. Поэтому так называемый К-диапазон, который сегодня нам позволит улучшить качество связи на северах, она будет использована с учетом поддержки Министерства связи и коммуникационных технологий.